1 апреля в России, как правило, ассоциируется с шутками и розыгрышами. Однако для тех, кто пришел сегодня в учебно-научный музей 2ФУ, что неподалеку от Покровского парка, это профессиональный праздник. Некоторые из собравшихся даже отметили, что камни не шутят. В преддверии знаменательной даты именитые профессионалы в области геологии и горного дела отметили еще и открытие новой площадки по популяризации своей отрасли. Сегодня первая выставка, первое мероприятие, которое проходит по подготовке к столетию технического образования на Дальнем Востоке. Дань памяти и уважения дальневосточным технарям пришли отдавать не только преподаватели и практикующие специалисты, но и студенты, причем как первокрусники, так и почти готовые специалисты. Само мероприятие состояло из двух блоков. На втором этаже выставка, посвященная горному делу. Это средство связи, экипировка и, конечно, история горного дела в лицах. Чтобы больше людей охватить, показать историю месторождения через людей. На открытии многие именитые специалисты отрасли поделились с подрастающим поколением геологов, археологов и добытчиков своими надеждами и пожелали удачи в освоении непростого, но такого важного горного дела. Этажом выше самое интересное – геолого-минералогический музей. Здесь хранятся находки со всего Приморья, всех возможных пород – осадочных, метаморфических и многих других. Некоторым экспонатам не менее чем полтора миллиарда лет. Поскольку наша территория уникальна, многообразна, шикарна по геологии и минералогии, поэтому зачем нам золото из ЮАР или малахит из Урала? У нас есть свое. Кроме чисто профессионального интереса, уверен директор музея, к слову, археолог по специальности, экспонаты и выставка несут еще и научно-популярную функцию. Самое главное, что здесь можете увидеть и очень пожилых, заслуженных преподавателей, у которых много поколений учеников, горняков и геологов. И самое главное для нас – можете увидеть первокурсников, второкурсников, будущих геологов, будущих горняков. И я думаю, что и выставка, и музей будут сплачивать эти два поколения. Организаторы отмечают, что выставка и музей полностью открыты для посещений. В будущем планируется вести плотную работу со школами и дошкольными учреждениями. Оттуда будут приходить группы, заинтересованных в знаниях ребят. Кроме того, геологи предусматривают возможность открытия своеобразной школы юного горняка. Нечто наподобие кружка, где дети смогут освоить азы этой непростой специальности и, быть может, влюбиться в камень. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.